На нашем блогном месте пара, которая уже давно успешно строит свою любовь, Лёша и Наташа. Отношения мои, существовавшие на тот момент, складывались так, что мне казалось, что всё, уже всё кончилось. Я кончился как мужик. Ой, что я пережила? Я пережила просто травлю. Она хочет, не знаю, твоих денег, она хочет стать ведущей, она всё это хочет. Но когда-то именно по этой причине ты очень сильно помог Бузовой. Просто сейчас то, что Майя пишет, это такое, знаешь, я бы не хотела бы такое читать про себя. Понимаю, и его разочарование, Майя я имею в виду, он, в отличие от остальных, как-то выпал из обоим и совсем. И кто пел про утренний стояк? Никто, только Коля. Вот сейчас выйдет, пусть и споёт. Валерия Мастерко, войду в неё глубоко, уйду за ней далеко. Волосы, как ветер, взгляд красивый светил. Шикарная девочка Мастерко, Валерочка. Да. Ну это вот, а можно ещё пить, рукой махать. Да, рукой махать обязательно. И мы счастливы! Слушайте, значит, только что мы узнали сплетню, что Солнце, приехав из Питера, пошла освежать причесочку к ещё одной участнице дома 2. К Аленушке Ашмарину, она, кстати, тоже фамилию поменяла. У нас много метаморфозов с именами и фамилиями. Да, я тоже запуталась в этом, ребята же, простите меня. Ну, жизнь. Да. У Аленушки четверо детей, как мы знаем, и ещё она мастер по волосам. Почти всех участниц дома 2, получается? Нет. Нет? Нет, не надо. Человек звёзд. У некоторых своих. Так у неё салон, что ли, или как? У неё салон, у Москва-сити. Очень успешный. Она обучает, но она прям действительно такая предприниматель, без наследия. То есть, она всё-таки вышла в люди как бы. Она очень крутая, она прям фанат своей работы, я её обожаю. И у неё многие наши звёзды делаются. Ну, и с Олей Бузовым ты там тоже встретилась. Да. Я такая, здравствуйте. Неужели она в блондинку опять? Ай, сюрприз. Нельзя говорить, она же на съёмку ехала. Да, вот когда увидим когда-нибудь в эфире. И результат метаморфозный. Итого, друзья, у нас стало больше. Шапка, и нас стало больше. Просто, как это, проект же о том, как построить свою любовь. А теперь спойлеры, что фактически построил свою любовь на проекте только один человек. Тот, кто затевал его. Всё для себя. Ну, я не соглашусь, потому что это как минимум чисто даже математически не так. Ну, ладно, пынзери. Есть пара, которые живут. Почему? Старшая Огибова. Гожиенки. А не Гожиенки, да. Старшая дочь. Оля с Ильёй. Да, Оля с Ильёй. Вот. И кто-то ещё наверняка тоже. Просто мы далеко не про всех знаем. Просто мы знаем известных. На 20-летие приезжали, как раз был акцент на это, парами. 20 лет назад первые 15 участников пришли на Дом-2, чтобы построить свою любовь. Бывшие участники приехали на поляну со своими детьми, чтобы поздравить любимый телепроект с юбилеем. Да, смотрите. Нас на 20-летие не звали. Это как бы тот же самый момент, который всегда хотят тоже подлогать. Говорят, вот, вы же строили любовь, а где она? А вот она. Ребят, ну, во-первых, вот она, да. Во-вторых, как бы никто не говорил, что будут кормить всю дорогу, понимаешь? Вот. Получилось, не получилось, дальше кто как смог. Мы создали условия, предложили, как бы, какие-то правила, и внутри люди либо справились с этим и дальше поняли, как они будут жить, либо они не справились и не поняли, что не делает их неплохими и нас хорошими, и наоборот. Просто это жизнь. В ней, как бы, каждый делает свой выбор, и этим она интересна. Вот знакомьтесь, на нашем лобном месте пара, которая уже давно и успешно строит свою любовь, Лёша и Наташа. Да, да, да. Да. С 10-го года. Вау. Это классно. А, значит, я свидетель. Да. Да? Да, я была на свадьбе свидетель. Была на свадьбе. А, новичание. Мы с Наташей с проектом. Да, мы с ней пересекались на проекте, но отношения у нас не так рано начались, как всем кажется. Но, по факту, продюсер и продюсер. Никогда вот так вот сказать, что я на него как на мужчину не смотрела. Ну, классный был Алексей Николаевич. Как не смотрел? Все смотрели. А я нет. Я на другого, кстати, смотрела. А на кого? Неважно. Уже я не могу. Неважно. Девичья память. Все уже можно рассказать. Ну, был такой момент. Мы начали ездить по гастролям. И я как бы приехала с первой гастроли. И вот с такими глазами я говорю, да, Алексей Николаевич, вот это у вас гастроли. А я просто как бы танцевала. И гастрольная. И очень такая... Имела опыт соответствующий. Я говорю, вот это ужас. Он говорит, ну, вот так. А не хотела бы ты стать концертным директором? Я говорю, ну, давайте попробую. И, собственно говоря, поскольку мы с ним стали больше общаться, что-то такое в какой-то момент произошло. Ну, что, произошло то, что всегда происходит у мужчины в жизни, который решил, что то, что у него есть в отношениях сейчас, ему никак не подходит. И как бы нужно менять. Вдруг это пришло, вот, ну, понятно, что там твое решение и твое счастье – это чье-то несчастье всегда. Это по-другому не бывает. Ну, что делать? Из этого состоит жизнь. И когда ты понимаешь, что как бы все вот то, что там было у тебя, другая, не будем сейчас говорить там с кем, о чем, не важно это. Вот. Важно то, что понимаешь, что все, это не может дальше продолжаться, потому что не может. И поскольку ты живешь в Доме-2, и, собственно говоря, ну, а что? Ну, вот случается, щелкает, я смотрю, о, да. И появляется нечто, что можно назвать как там какое-то особенное тепло, да, какие-то там разговоры, там, какое-то что-то там, какие-то дела вместе. А я помню даже в какой момент это было. У нас были гастроли, очень сложные, там произошло неприятное событие. Я приехала, я как будто бы как директор вроде как должна рассказать, но я не могу сдать ребят и все, что там происходило. Но он как бы как руководитель, он настолько к себе располагал, что я решила все-таки с ним поделиться. Ну, не настучать, а поделиться и спросить, что мне делать в этой ситуации. И вот тот разговор, я помню, что у меня тогда точно такой раз, я такая, ого, ничего себе. Народежно. Ничего себе. А что было? Или это секрет? Или нельзя говорить? Что случилось на гастролях? Да то, что и всегда там случалось. Господи, выпили, устроили кардебалет, ну, было, если честно, ужасно. То, что всегда происходит на гастролях. Очень похоже гастроли «Дома-2». Не знаю, никогда такого не видела. Варки, звезд, любовь, сезон. Все гастроли одинаковые. Я просто такая дисциплинированная была в своем ансамбле. У нас четко, у нас сцена – это сцена. А все остальные развлекухи – это только потом. А у «Дома» гастроли – это единственная возможность расслабиться, потому что тебя возвращают не в жизнь, а в периметр. А почему они, говорю, как будто их из зоопарка выпустили? Ой, что это такое? Почему они не хотят работать? Наташка, да, многих строила там, побаивались ее. Вот, конечно, и… Да и драки были. На самом деле я выросла со старшими братьями, три старших брата. подраться, мы не убили. Но я клянусь, я так боялась, что кто-то на меня полезет драться, потому что, ну, с братьями вроде как играючи, и я, в принципе, мне кажется, на самом деле особо-то ни с кем и не дралась. Да я что-то не помню, что ты вообще дралась. Ладно, я дралась. Ты дралась. Да. Другой раз. Но у тебя же это было эпично. Крепче за баранку, держись. Боже мой, я же в дозу. Солнце, что случилось? Что такое? Все, хочу, хочу, все. Держи, Дима. Мама, разлася. А где ты девушка? Не отойди. Тахи, держи. Маша, Маша. Эпично. Я целилась в голову, а попала ниже. Солнце, Рустам Солнцев. Солнце и Солнцев. Эпичная же. Эпичная. Эпичная. Все, ребят, предвариловка закончилась Сказал он не мне Это тоже было из серии Что-то я была не выспавшись Как у девочек это происходит Я узнала, что Я в тот момент была с третьим моим ухажером С которым у нас, кстати, была помолвка Дмитрий Дима, да, рыжий И мне ребята сказали, что на лобном месте Рустам Когда был Дима, а я была где-то на учебе Как обычно Сказал что-то типа сучья свадьбы Или что-то такое Было, было Меня там не было Должна была быть с Димой свадьба Естественно, как выразился Рустам И мне не понравилось это выражение Естественно, по какой-то причине Я такая лежу И у нас было не лобное место А предварительное голосование Короче, на языке Там мальчики Так называемый предварительный выбор Который Как формат раз в неделю был Ты должен был выйти на этот выбор И еще раз подтвердить Пару, которая у тебя есть Либо выбрать другую Либо выразить какую-то еще другую симпатию То есть это элемент формата Сюжетная история Да, сюжетная история Где выходит Рустам И я вот это вот Как в том анекдоте Как вспомнишь, как ты чавкала То есть вот просто выходит Рустам И я такая Сучья свадьба И я уже бегу ему Да, да Давать пендель Ну пендель, да Получилась вот такая Но мне, кстати, что не понравилось тогда Что? Побежал Степа Так Я думала, он мне, так сказать, поможет Они почему-то А он начал Рустамокомагать А он начал Да, меня оттаскивать Порвал мне куртку, короче Хотя у меня одним ударом Чего-то закончилось Вот И вот такая вот ситуация случилась Я думаю, ну Степа Почему ты так? Ну на тот момент Они дружили уже Да, да Отойди! Тащи! Держи! 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 Стосу! Стосу! Да, значит, тогда Хорошо, пока мы дойдем до того Как ребята Как вообще Наташа пришла Давайте-ка быстренько разложим Любовные треугольники Даже не треугольники Как-то Многоугольники Имени Солнца Параллелепипед, возможно Да, точно, там же Три и ты Три и ты Параллелепипед Любовный прямоугольник Любовная трапеция Прямых углов там не было никогда Значит, трапеция Там кривые все углы кривые Все углы кривые Оказались Так, как выяснилось Значит, солнышко наше дорогое Нелидов Дальше, соответственно Кстати, там что-то недолго Так было у нас с Нелидовым А люди его прям сильно помнят Потому что первые вы были Да, конечно Врезались в память Было у вас месяца полтора-два От силы Дальше Май Естественно И все ассоциируют Вот где законы Которые должны работать Что запоминают первого и последнего Нет Запомнили среднего Потому что у вас столько Извините Текста было вам посвящено Вот в этих вот отчетниках Как не включаешь Дом-2 Постоянно вы там чего-то там Что мы там делаем? Некрасиво вы сняли отношения? Красиво, мне кажется Не, у них был период Первый период Был очень такой Романтический Романтический Они были очень красивые Интересные пары Они оба были творческие Оба пели Для них мы записывали эти песни То есть это такой был хороший Интересный Творческий тандем Такого голубоглазого красавца И такой И девчонки такой Там как-то выросло Также это мог бы быть Самый обычный Что ни на есть Балкон Или скажем Самая простая Будка Будка? Собачья такая Для маленькой такой Но очень свирепой Собачки Вот Питабуль Так скажем Или конь Это мог быть Мой белый конь Тук-тук-тук-тук Принцесса Да, принц Хоп-тук Нам потом начались конфликты Но это как бы неизбежно Они у всех начинаются Ничего страшного Окушайте творческие И эти отношения были По-моему С твоей самой продолжительной Или с Димой были Самые продолжительные Вот не помню Но условно Может быть даже и с Димой Но все помнят Май А Диму вообще никто не помнит Но Дима, к сожалению, да Потому что Дима Май был сильным Как бы безусловно Он был очень яркий Заметный И как говорится Очень замечательный персонаж Пока деньги его не испортили Как говорится Ну Может быть и не деньги Не знаю Может и не деньги Но это произошло на проекте Причем как-то так Не берусь судить никого Как бы Потому что Не о чем тут уже судить Вот Просто вы были, конечно Пары очень заметные Потому что Вот Третьяков, Бузова Май и Солнце Степа, Алена Все Три таких драйвера Три основных драйвера Которые все Дальше приклеились уже Настя, Сэмик Потом еще Ну в общем Вот это Бузова, Третьяков, Май и Солнце Алена, Степа Это вот просто Как сказать Скрижали Назовем это так Опять же Я правильно понимаю Что просто сейчас То, что Май пишет Это такое, знаешь Я бы не хотела Такое читать Про себя Ну я, кстати, не читаю Про себя Мне иногда Ну, кстати, давно уже Не скидывали Естественно, у меня есть Там мои дорогие подписчики Которые Ты не планируешь А тебе расскажут все равно Вот Давно уже не слышала Ничего Но был у него Какой-то период Когда он всех Зачем-то Вот Нас С кем имел дело Когда-то Какой-то Грязюк и поливал Который Не имел отношения К реальности Что было обидно То есть одно дело Раскрыть какой-то секрет Там, да Нелецеприятный А другое дело Конкретная клевета Фантазирует Фантазирует, да Но есть подозрение, конечно Что он В отличие от остальных Как-то выпал из обоим И совсем Еще тогда Вот как он ушел с проекта Какое-то разочарование Такое случилось Уж раз мы это обсуждаем Он ушел с проекта Мы его как бы Убрали там По ряду причин Было принято решение Расстаться Вот Потом прошло полгода И было принято Другое решение То есть поскольку мы Там конкретно Я там Саша Расторгуев Валерий Яковлевич Чувствовали за собой Ну некие обязательства Потому что человек Несмотря ни на что Там как бы был с нами И нам было Жаль с ним расставаться Его терять Ему был предложен Другой проект Или даже целых два На другом канале На ТВ-3 по-моему На ТВ-3 делались Там какие-то проекты Не помню как назывались Но к сожалению Вот и там что-то не срослось Я уже сейчас не помню почему Но суть в том Что после этого Он ушел с радаров Окончательно И потом Как-то так обнаружился Вот примерно Где-то В районе Ну там где он живет В своей Деревне Ну сначала он Обнаружился В виде Нелицеприятных Вот этих вот Статеек В желтушных Всяких А пресса Сразу реагирует Конечно Послушайте Вот смотрите Вот человек живет Как бы И у него есть Очень яркие воспоминания Да У него есть Очень яркий багаж Который он должен Как-то монетизировать Ну вот у него Есть вот такой Способ этой монетизации Ну ладно Ну ладно Это философские отношения Но я на самом деле А он всегда так Ну а что такого Ну хорошо Я согласна У него есть какие-то секреты Которые он там носил И хотел Там Сильных Хотел продать Хотел продать Их никто не купил Их пришлось так отдать Как бы так слить Вот Ну еще раз говорю Бог ему судья На самом деле Ну и ладно Совершенно правильно Пускай Если он Себя чувствует Лучше Когда он все это пишет Если он себя чувствует Важным Значительным И необходимым В этой жизни Благодаря И этой деятельности Тоже То я только рад И готов пожелать ему Всего самого хорошего Понимаем Всего хорошего Потому что вы не общаетесь Я все правильно Считала Но Кстати Как-то раз Ну несколько Лет назад Уже после вот этих Всех Грязных инсинуаций Пишет мне В директ Пишет Говорит А не хочешь мне интервью дать? Говорит он мне Скажи Вику волосы назад Вот Я такая Посмотрела Такая еще Перешла На профиль Еще раз посмотрела Думаю Наверное Нет Почему бы и нет? Почему бы и точно нет? Ты хоть ответила? Или вообще проигнорировала? Я проигнорировала На самом деле На самом деле Я понимаю И его разочарование Майя я имею ввиду Потому что В реальности В тот момент Дела обстоят так Ты на коне Ты звезда Ты имеешь Мнение о себе Уже в какой-то момент Спустя несколько лет Нахождения В звездном статусе Ты начинаешь Это принимать И понимать Что наверное Дальше Какая-то будет Сказочная жизнь Тебя куда-то Обязательно пригласят Само Естественно На части Так же как я Всегда думала Что меня обязательно Найдет какой-то музыкальный продюсер С моим гениальным талантом Писать песни Сколько песен ты написала В итоге Зарелизила? Самое интересное Что когда ты говоришь Честно говоришь Что это не так Что вы там Никому не нужны Вот так вот Алексей Николаевич Так и говорил Нет Ты нарочно говоришь Чтобы мы просто Тут с тобой сидели Чтобы никуда не ушли Отчасти да Но я говорил Правду абсолютно Ну когда-то Именно по этой причине Ты очень сильно Помог Бузовой Потому что По факту Она куда собиралась? Никуда А ты ее ведущей сделал У нас Леша сказал Что у него был план Был план Конечно А она хотела Какой-то там Подожди Был такой Дома-2 Композитор Ковальский Понимаете Да Он растил свой продукт Под названием Певица Павла Которую никто Не знает И не помнит И он всячески Таким образом Хотел сделать дуэт Из Ольги Бузовой И Павла И когда мы Пригласили с Сашкой И Ольгой Бузовой На беседу И стали объявлять ей Что она Вот может уже Стать ведущей Как бы у нас Есть такие планы Она сказала Ой нет У меня есть планы Идти петь С певицей Павлой Я говорю Слушай Как все могло Раз есть такие планы То как бы Ладно Ну ты подумай Все равно Она подумала И выбрала Сделала правильное Молодец Молодец Ой Слушайте На самом деле Это очень долгий Неприятный разговор Почему? О жизни после проектов У меня сейчас Три сезона Было разговоры с ребятами С фабрики звезд Очень у многих Я слышала Такую же историю Даже у тех Кто сегодня Нет У тех кто сегодня успешен Это те кто Перешагнул Через вот это А мне должны А сейчас мне придут И дадут Нет родной Взял свою задницу В кулак И сам пошел работать Это закон И я вижу Что здесь то же самое Абсолютно та же ситуация Хорошо Как это Галочку поставили Значит дальше У тебя несостоявшаяся свадьба И тоже такие интересные У вас с Димой Диалоги были о жизни Какие? Ну там Какое-то Я помню Что я один раз Залипла просто на ваш диалог Правда? Да про ценность Господи И мне показалось Что Дима душнит Душнила страшно Извините А что ты мне не сказал Что ты с ней поедешь Я сейчас чувствую Как дебил Когда мне ребята говорят А ты знаешь Что я не с Кривозуп Вчера уехал А когда тебе сказать-то Вчера я не знал До последнего Что так получится Вчера мы с тобой Созванились Когда? Самый последний момент Какой самый последний С тобой созванились Вчера ночью Ну вот Ночью Ну ты что Не мог сказать Что ты с Кривозуп Уехал Или ты считаешь Что это не имеет значение Не люблю себя дурой чувствовать Когда ребята говорят А ты знаешь Это тот случай Когда я уже могла себе позволить Наверное Я так себе это объяснила Нет Не выбирать из тех Кого нам привозят Раз в две недели А привезти сама А привезти сама Да А как я привезла Куда-то отпустили меня На какое-то мероприятие Что-то я там еще Пописывала для журнала В тот момент Молодежного Да Да И в Олимпийском По-моему Какое-то мероприятие Какое-то не рок-фестиваль А что-то Короче Что-то было Какое-то музыкальное мероприятие И мне уже Алексей Николаевич Разрешал иногда ездить У меня уже появились В Москве друзья Там Три человека буквально Я говорю А можно Мне не наш водитель повезет А хотя бы С людьми пообщаться С подружкой Она тоже там была На этом концерте Говорит Хорошо Езжайте Ну Можно было так Отпроситься Чтобы до поляны Меня довезли И там Вы начали этого Рыжего Нет И мы едем Подъезжаем к площадке дома И я слышу Что где-то играет транс А я до этого В клубах работала Очень, да Нравилось И я такая Там где-то музыка играет А мне вот поляна То есть я понимаю Что вот налево поворот И все Я опять попадаю Вот А там где-то музыка Ну где-то же она играет Как в том анекдоте Я говорю Поехали И мы едем по лесу И я жду Что там какое-то Вот это фееричное Где какие-то полотна Кислоты Вот так вот я себе представляла Приезжаем А там уже рассвет Там рейв сейчас Да Там на рейве Наверное Десять человек Осталось Ну в целом Это ну и вы Я прямо Да-да-да Такой вот Как он Павловского Слободский рейв Там случился Вот И смотрю Бармен Там мальчик бармен Такой высокий Тоже два метра И как-то он себя Хорошо так проявил Ко мне там начали Что-то там Не знаю Фотографироваться Нет Тогда еще по-моему Не было Как-то ко мне начали Люди приставать А я сософобушка И он такой Взял меня за руку Что-то вывел Через толпу Из десяти человек Я такая Мое Дальше СМФ Пункт первый Там очень смешно А потом вот я Упрашивала Я говорю Можно как бы Со своим Можно я на периметр Со своим Но он вообще Не герой реалити Он просто вот Ну просто человек А герой реалити Кстати это кто Если сформировать Сформулировать В нескольких предложениях Что за реалити Энимал Есть такой термин Есть да Реалити животное Прежде всего Как бы для меня Это человек Который знает Хотя бы в каком-то Относительно коротком Горизонте Что он хочет от жизни У него есть Какие-то способы Достижения Этой цели Обязательно И он не боится Ничего То есть он готов Рисковать Вот Таких людей В жизни мало Потому что на кастинге Ты смотришь тысячи А выбираешь Десятки В лучшем случае Людей Которые могут Сформулировать Чего они хотят Хотя бы в ближайшее время Я случайно Туда попала Сейчас мы Дайдем Как ты туда попал Поэтому как бы И Дима И Дима Он во всех смыслах Наверное хороший человек Но он точно не герой Для солнца Нужны были герои Нелидов Был однозначно герой Май уж герой Из героев Просто цветущий май Вот А Дима нет И конечно На сравнении Потому что Зритель Он же все время Сравнивает все Что было до этого И то что сейчас На сравнении Эта пара очень проигрывала На мой взгляд Это был дичайший Мезальянс Девочка уже Она сказала Она сказала Что хочет И мы согласились Согласились А потом один раз У нас было выступление По-моему В кинотеатре «Октябрь» Какое-то тоже там ТНТшное мероприятие Или что-то такое Я приезжаю Его выгнали А пока тебя не было Мужика на твоем Естественно Я что Я сказала Я не пойду туда В периметр Я села на машину И поехала к нему В Слободу Это же в соседнем Булуме Булум И гляди-ка на корабле Да И потом и просила Обратно человека вернуть Вернули Вернули Со своим Я со своим все время Я верная Как вообще Подожди И кто у нас еще был Потом я стала Проходным билетом Для Мужчин Очень красивых Но работающих В определенной сфере Да Стипетизюров Конечно Конечно Как же его Такое красавиство Приходило Последний был Виталик Первый был Матерация Ко мне проходила Кто только Короче Все-таки приходили Вот я вижу Красивые Они такие Я к солнцу Я такая Ну Хотя бы Проходи малыш Проходи малыш Да Потом они там Растворялись В других женщинах Кстати Виталик у тебя был Приколный Классный Девочки Пишите Кто из всех Солнцевских Солнцевских Вам нравился Вам нравился Больше всего И кто главный Всегда же зритель Лучше знает Кто ей больше всего Подходит Да Мы же всегда лучше знаем Вот ей больше Подходит вот тот Больше всего Мне подходил Мой кот Видимо Это мудрость Это солнышко Мудрость Это сгадан Я всегда была Мудра Поняла И в итоге Красивый уход В закат Через 4 года Кстати Я не поняла Почему Зачем мы Курицу несущую Золотые яйца Убираем с проекта Или как это Потому что курица Отказывалась уже нести Свои яйца Уже нести не могла И дальнейшее сотрудничество Она начинала Как бы И ей портить И нам портить То есть все уже Как бы определенный Вот период Выгорания Да Он все Вот все что можно было сделать Было сделано И уже дальше Как бы Ну начиналась Фарс А не трагедия Уже Уже надо было Заставлять Себя И соответственно Руководство Заставлять меня Это фигня И я тебе рассказывал Тоже как-то В наших предварительных разговорах Что конечно Вот те отношения Которые сложились Скажем так Первой группой Да С первым заходом Они уже На какой-то момент Становились конечно Токсичными Потому что люди Понимали Как бы Что мы от них зависим Понимали Что как бы Могут требовать Вот Не именно ты Ну как бы Много там В целом Все вы Звезды Первого Поэтому И собственно И было принято решение О том что нужно создать Вот эти городские квартиры С почетом выселить Как бы Токсичных всех Туда Хансионеров Чтобы они не мешали Здесь растить Новую Строить любовь Новую генерацию Мы-то видели Что они как будто На особом положении Да Эти приходят И тут же начинают косплеить Понимаешь Ну раз им можно Значит и поэтому Нужно было убрать Крутых Убрать крутых И оставить тех Которым ты уже Имея опыт Трех лет Работы и строительства Вот этого всего Объяснишь Кто здесь главный Что надо делать И так далее И если вы сюда пришли То это вы сюда пришли А не я вас сюда звал Вот А вот так да? Конечно То есть ты тоже так зарядил Потому что Вы пришли сюда Вы пришли сюда Поэтому Как бы Ну давайте Вот Вы будете соответствовать Тем правилам Которые есть Небольшим Правил на самом деле Было одно Построй свою любовь Как вот в футболе Валер себя говорил У нас одно правило Как в футболе Забей мяч в ворота Но есть нюансы И у нас Построй свою любовь Детишка моя Я вас отпускаю Я надеюсь Что у вас станут За периметром Все-все сложится Будет хорошо Мне вас будет Очень сильно не хватать Потому что Ну Я обещаю Действительно обещаю Здесь клятвенно Сейчас что я буду приезжать И мы уже тут договорились Что вот В следующий Буквально через несколько дней Мы там проведем Какую-то вечеринку Да У нас будет девичник Ни в коем случае Не бойтесь того Что будет впереди Потому что Какие-то перемены Они По-любому Будет к лучшему Ведь у вас же мечты Сбываются Правильно И я надеюсь Что Что там Все будет хорошо Что вы всегда будете Помнить о нас О тех Кто вас здесь любит Всегда ждет И всегда примет в гости И помните Что Каждый из вас Кто сегодня уходит Что Это ваш дом Это ваш Телепроект Дом 2 Вот Поэтому Это было абсолютно правильно Они переехали в город Получили большую свободу Те же деньги В общем По большому счету Как бы Уже такого давления Что ты должен что-то произвести Сегодня Чтобы быть в эфире Уже не было Они там спокойно Достаточно жили А тут мы растили Новую генерацию Вот как раз Наташа Лена Бушина Саша Харитонова Наташа Наташа Вот как раз Наташа Как раз Наташа Я вообще поначалу не понимала Наташа Можно вопрос Ты приличный человек Который вообще-то работал Да А я все расскажу А я все расскажу Понесла в этот вертеп Там уже скандалы А я работала на телеке И у меня была Своя передача Ну передача Афишка там О том Как и где провести Досу В Волгограде У меня была Своя рубрика Я работала в новостях И у нас была Такая передача Народ говорит Блин Я не помню Простите меня Михаил Васильевич В общем У нас была передача Это ведь Это руководитель Да Прекрасный Чудесный руководитель Тем более Что ты телезвезда Да С финансовым образованием Ну я тогда еще училась Я училась параллельно Вот И все у меня было замечательно Но у нас была Вот эта передача Я рассказываю Был журналист такой В Волгограде И он якобы Съездил на Дом-2 Вернулся И сделал из этого сюжет А я в тот момент Смотрела Дом-2 И у нас как раз Отпуск два месяца Я думаю Так Он съездил А мне кажется Его там не было Я же его даже не видела Как будто бы Он врет Я думаю А почему мне тоже Не попробовать Съездить Побыть там внутри И вернуться Сделать классный сюжет Что там Все за деньги Все там по сценарию Но все же говорили По сценарию И собственно говоря Я за этим туда и пошла То есть я Раскусить Вывести на чистую воду Ну знаешь Как бы просто И время провести приятное И какую-то пользу Принести на теле Когда туда приходишь Три месяца У тебя испытательный срок И я получается Там просидела два месяца Я думаю Что меня как персонажа Не воспринимали вообще От слова совсем Потому что я особо Так вот знаешь Не кинулась в бой Я такая сидела Они вот там Что-то между собой Я думаю Блин А я почему должна Ему рассказывать Как ему там сейчас жить Что делать Ну как-то Ты была хорошим человеком Ну может быть И вообще-то Какая-то была там няшка Знаешь Мне кажется Поэтому еще Леша тебя Так серьезно не воспринимал Не няшка Я случайно осталась Я вообще осталась Там случайно Семен Фролов Обманулся иммунитетом Руководства Да Как-то Вот так-то Он короче Там был такой замут Должны были выгнать меня Вот И сейчас быстро Мне на телеке Через два месяца говорят Девушка А вы как бы на работу Возвращаетесь А я как бы уже два отсидела Думаю И еще месяц И три зарплаты Или Я думаю Да ладно Ну что они меня Если что Назад не возьмут Они говорят Нет-нет-нет Тогда все Я говорю Ну ладно Я останусь У нас кстати Телек потом-то Закрылся Через пару месяцев Ты ушла Конечно Ну то есть как бы Я хотела досидеть И зарплаты получить Собственно говоря И дальше вот этот Случается момент Когда Семен Обманывает Руководство С иммунитетом Он как бы Должен был дать Девочке Которая была На тот момент А дал Бузовой И у нас с ней Прямо так Ноздря в ноздрю И выгоняют девочку Которую Приехал параллельный Режиссер Про нее фильм снимал Все это здесь Да Снимали фильм Какой-то такой дурацкий Я сейчас как раз пытался найти Вспомнить Как его зовут Про девственниц Да Он назывался Фильм назывался Вообще История была какая Этого режиссера Сейчас вспомню Как его зовут Ай блин Мы недавно с тобой вспоминали Ну ладно Как ищешь Я расскажу И вы одним голосом А не Семен Иммунитет А у него нет для нее Иммунитета Я так и Итак Меняем фломастеры И начинаем голосование Заново Спасибо Наташа Кристина Оля Бузова Кристина Наташа Гена Наташа Степа Оля в смысле Варвина Наташа Я перепутал Да, дорогая Оля Степа Аут У нас уже Кристина Карина Варвина Наталья Рустам Наташа Саша Кристина Надя Кристина Виктория Наташа Радуга Кристина Юля Наташа Солнце Извини, Кристина Кристина У меня выбор Между тобой Наташей А это ничего не значит Кристина Итак Таким образом Большинство голосов Против Кристины У меня остался Один иммунитет Он от Ксении Собчак Но, к сожалению Кристина Он тебе не принадлежит Значит Сначала я хочу Спросить Семена Семен Ты на этой неделе Кому предоставляешь иммунитет? Я предоставляю иммунитет Ольги Бузови Ольги Бузови Я такая сижу И понимаю, что я остаюсь И тут на лобное место Приходит руководство Что не было никогда Я думаю Ну все Сейчас будут переснимать Никогда не переснимали Все Сейчас будут переснимать Серьезно? То есть все то, что решено Даже если вас нагрели Да Даже если участники сделали по-своему Никогда не переснимали лобное Я вот тот свидетель Когда они пришли Я просто сидела И в этот момент Думаю, сейчас они все переснимут Сейчас точно выгонят меня И они такие Ну как бы все Проголосовали против тебя И она уходит Итак, давайте посмотрим Кому на этой неделе Предоставили зрители свой иммунитет Итак, на этой неделе Зрители предоставили иммунитет Солнцу 76% Спасибо Ну и пусть тянет там В чем проблема-то? Что ты гонишь, дядя? Смотри на меня На мальчика поверьте На мальчика поверьте Ничего никаких Тихо месяцев Прекрасно месяцев Это показатель Что Наташа Несмотря на то, что Она может быть пока не построила Свою любовь Она нашла здесь Столько друзей Которые ее поддержали И я знаю, что На один голос не ловишь На один И на следующий день Меня вызывают к бане Дают мне ухо Говорят Ты ведешь приход И тут я начинаю вести Кит-стройки И уже вроде как бы И все Алексей Николаевич Тут Я вот этот момент Как бы помню плохо На самом деле Я хорошо помню Я там так боялась сидела Я просто хотел сказать Что Были прецеденты Когда переснимали Были Да Да Вы не застали Но были прецеденты Когда Ну вот совсем Не в дугу Вообще все получалось И это было сделано Не потому что им так Хотелось Или было выгодно А просто назло Да Назло Была я свидетелем И я заходил на лобное место Говорю так Но это было не после голосования Это было во время Не во время Было, что ты прерывал голосование Выходил и говорил Вы что делаете, черти Например Сейчас пример уже сложно вспомнить Но то, что точно было И приходилось в ситуацию вмешиваться Когда это вот Ну еще раз говорю Это явно не какой-то там Творческий порыв чей-то Да А просто назло Да назло надо гасить Ты же власть или как Что-то должен управлять Я здесь власть Я вот помню Ну а как А если нет власти Нарвался как власть Но после Вот когда вот какой-нибудь косяк Потому что если ты не управляешь Тебя никто не уважает Да, да, да И все-таки А я помню Когда у нас горел дом 2 И он приехал И когда понял Что в этот момент все тушили Никто ничего не снимал Он говорил Операторы тушили? Вы что творите? Наш человек И такой нам Мой слоняй просто Охренели И такой нам говорит А теперь заново Бежим Поджигаем И тушим Горит Я такая Мы что дебилы? Я говорю Ну когда реально горело Мы все там Знаешь В пижамах В трусах Эти ведра Из бассейна Я приехал Сказал Я говорю Хорошо Ребят Мы потушили Вы все герои Но мы должны Это показать в эфире Я говорю Ничего не сняли Поэтому тушим еще раз Перетушиваем Кто плат Тушил Будет Перетушивать Конечно Тушим еще раз Так-так-так Отлично Хорошо Здесь мы выяснили Наконец-то подробности Спустя 20 лет Слушай Окей Но у тебя же в периметре Мы же зачем туда ходим Любовь строить У тебя же были Какие-то такие отношения Которые все время Как-то не залаживались То у одного мужика Оказывается ребенок На стороне За периметром То у другой Ян Сейчас уже можно Честно сказать Да еще легко Но по факту Просто как бы Там же происходило Такое давление Строи отношения Строи отношения Но за это спрашивали Каждый раз На лобном месте Когда наступал день голосования Говорили А вот Чешвей Варвин А Варвинов все сидит И ничего не строит И по правилам По идее Тех у кого не получается Ну нужно вроде как Это самое А я же говорил уже Правила Это все так Потому что Жизнь есть жизнь Ты понимаешь Что человек Как бы должна быть И такая героиня У которой не получается Или получается как-то не так Тоже должна быть Она должна быть Она часть общей картины Сколько не получалось Это по времени Много не получалось Сколько раз не получалось А зато потом, как получилось, и все Ну да, но здесь, когда щелкнуло Это, знаешь, это может быть Вот мне мама всегда говорила А как бы мамы нету уже давно Но она мне всегда говорила, она говорит Наташ, не торопись Она говорит, ты всегда успеешь А настояться около плиты Она говорит, живи, этот момент Он настанет Просто у меня родители такие были, знаешь Отношения росла в семье, где я видела Когда они 24 на 7 были вместе И им было в кайф И я даже спрашивала, говорю, мам, вы друг от друга не устаете Они работали вместе А так же как мы, у нас тоже самое Понимаешь, и она говорит, ну как мы можем устать Мы любим друг друга, вот так отвечала мама И я всегда понимала, что у меня такое будет Я это знала Я знала, что она как мой ангел-хранитель И у меня такое случится А там, когда тебя вынуждают, знаешь Тебя привели этих 5 коллег Ну выбери хоть какого-то Ну то есть И ты такая, ну хоть Ну давай, вот хоть такое Девочки, вы сами об этом сказали Это то, на самом деле, с чем я вообще шла на эту съемочную площадку И хотела спросить Как выбрать из коллег? А как нет? А как насильно в себе симитировать вот этот вот Насильно никак? Насильно мил не будешь Моя история с Черкасовым тому доказательство Когда нам сказали Тоже герой любовь Да, сказали Да, сказали Ты одинокая, он одинокий Ну вам сам Вилет Да, великий Михайловский Вилет Попробуйте И вот это тот момент, когда я перешагнула Через себя Ничего хорошего из этого не получилось Успокойся Ты что, вдиот, хренов? Еще Ты придурок, что ли? Что еще? Еще ударь меня Что тебе еще надо было выгибить? Да ты выли на меня что-нибудь Смотри, вот там есть суть Охладись и успокойся Я спокойно Еще раз меня ударь Я спокойно Еще раз меня ударь Еще раз ты меня ударишь, женщина Успокойся Я тебя не трогаю Андрюха классный парень И слава богу, что он нашел себе Замечательную жену Они, вот я считаю, что они с Кристиной Это прям идеально То, что надо, да Да, то, что у нас нет Это было, знаешь Вот когда это искусственно Сдвинули две пружины Они как бы Ну, дело все в том, что в жизни Так бывает И там нет продюсеров Там жизнь так сдвигает людей иногда Да, согласились Например, вы в одном помещении Оказались случайно Да, и где это ты еще увидишь Как это бывает Только в Доме-2 Да Вот ты смотри и учись А еще помимо этого Иногда, мне кажется, и ребятки тоже Придумывали себе Ну, есть же правила Кто-то сговаривался Кто-то прям такой Так Это был мой следующий вопрос Спасибо Когда ты приходишь на проект Где призом является что-то материальное Ты же можешь, например, как бы Давайте называть все-таки его Смотри, смотри Там как бы Пойти и сказать Слышь, чувак, давай мы тут с тобой Конечно Обязательно Как в жизни Но быстро рассыпалась Поскольку этого розыгрыша нет Как бы То уже дальше по-другому люди думают То есть они приходили И начинали как бы строить нечто Что будет стоить дороже По этой как бы растущей Прогрессивной шкале зарплат Вот Но опять же Все очень просто Зрителя не обманешь Потому что Люди тогда действительно смотрели Не отрываясь Обратная реакция на сайтах Там на всяких вот этих вот Чатах сайта, значит, была Вот И популярность мы могли оценивать Вот И сами же Мы же видим Понимаем, где игра, где не игра И то, где игра, не работает Либо Ты оставляешь это как Ну И И показываешь это игрой То есть все понимают, что это игра И так к этому относятся Вот Ну Слушай, иногда и это кайфово работало Тут ведь опять же как бы У каждого есть своя мелодия Мне кажется, такого плана Союз был прикольный у Кадони С Воловичевой Ну, наверное, да В том числе Вот У каждого своя мелодия Как это сегодня называют контракт? Для каждого нужно подумать гармонию еще Контракт, да Но опять же Это же есть в жизни Конечно Тут согласились Если ребята сами понимают Что Взрослые люди Да, сейчас надо Вот так И тогда мы станем яркими И за нами будут наблюдать Опять же Насколько это удовлетворяет Их потребности В любви И вот Во всем этом Согласились Главное, что это дает им дофамин Да И Возможность оставаться Да На проекте В какие-то другие термины Медицинского характера Так Но знаете, что мне интересно Мне интересно, в какой момент Все же Вот эти ваши отношения Наконец Сдетонировали Ну то есть если Наша-то Да Если Наташа говорит Что она сначала Ну я честно сейчас могу сказать Это было там же На проекте Это уже было Под конец моего нахождения И собственно говоря Я поняла Что это вот Ну типа А сколько это было? Я 4 года фактически там прожила Я понимала, что это какая-то Типа тупиковая ситуация Но он женатый человек На тот момент На тот момент Так, подожди Значит Когда ты с Васей развелся Ты опять женился что-то Была другая Так там Это же дом 2 Это четвертый брак В моей жизни Я четвертый Знаешь ли Как бы 3 Да Тренировочных И наконец И как бы он сказал Ну я вот так А я тогда думаю Слушай, все Вообще Всем Мужчины Особенно там На первом этапе Всегда руководят желание Ну если оно есть Это желание Если есть Ну как Ну ты Мужчина Ты должен взять это Ну я взял Нам понравилось И почему бы это Ну что Пусть люди Не опустим Это правильно Обсуждаем дом 2 Ну а что А что такое Ну как это было С Яны Чурикой Ну это мужская позиция На самом деле Знаете за что я вам всем очень благодарна Что вы ребята вещи своими именами называете Потому что на тот момент Я вообще Волшебство Волшебство Нам понравилось волшебство Просто скажу про себя Вот по честному На тот момент Когда вот мы Стали сходиться с Натальей Я почувствовал какие-то Так сказать Ощущения мужские В этом направлении Мне было 41 год И отношения мои Существовавшие на тот момент Складывались так Что мне казалось Что пи*** Блять Все уже Все кончилось Я кончился как мужик Блин мне уже ничего И тут вдруг возникло Как бы появилось что-то другое Что действительно вызывает Потрясающий Колоссальный интерес и влечение Ну что Значит это то что нужно Вот И с этим то что нужно Я дальше все равно тоже понимаю Знаю что делать Я знаю что будет потом Я знаю что это закончится Потом начнется что-то еще Да И как бы уже прожив Какую-то жизнь вместе На проекте И понимая как кто мыслит Она понимала И мое тоже отношение к этому Я говорил что это не будет легко Нет тогда ты сказал что не как бы все классно Но типа дальше ничего не получилось И я в тот момент понимаю что мне просто надо отсюда валить Я не смогу Я понимаю что он там типа сверху на меня смотрит Я тут сижу Я думаю нет все Ставлю точку и ухожу Ну как бы все классно Ну вот так вот мучиться я тоже не могу И я ушла Там все непросто Да у нас было очень все сложно Потому что мы сошлись Потом разошлись в итоге Я ушла с проекта Да Мы расстались Какое-то время не общались Я там ушел отовсюду Откуда мог уйти Значит на самом проекте Это все воспринимали дичайшие штыки Потому что Ой что я пережила Ну конечно Я пережила просто травлю Потому что Ее травят как бы На меня все просто смотрят Я пережила травлю Не то что как бы там людей Ну там кто что-то писали Еще что-то Просто людей знакомых и близких Знакомых и близких Такой конкретно Ты была мужика наверное Тебе Да Она хочет там не знаю Твоих денег Она хочет стать ведущей Она все это хочет Вот посмотришь Естественно Все это Ну собственно говоря Даже близкие товарищи Пошел Они как бы ну так Смотрели Выживу я или нет В этой ситуации Она была сложная Правда Непростая Тяжелая Одиннадцатый год вот этот Он был очень такой весь Но потом В какой-то момент Вот это там Уже осень была Дветысяча одиннадцатого Мне даже краской обливали Мы уже сошлись окончательно И все И уже не расходились Нет Потом Машину мою обливали Машина Это зрители такие Нет У нас стояла машина под окнами Наташкина машина На которой Бывшие знакомые Написали Я тебя люблю Нет Они закрасили мне Все зеркала Все стекла Это было в мой день рождения Дом 2 Эпизод Семь тысяч восемь Это уже было За кадром Ну знаешь За кадром За кадром Такое ощущение Что это все За кадром Но Ситуацию удалось Переломить Потому что Все же как думали Ну это какой-то Такой левый роман Временный Вот такая временная история И когда вдруг По прошествии времени Уже годы А все понимают Что все продолжается И только растет И все растет И цветет И пахнет То как бы все Заткнули свои языки Куда подальше Понимаешь Как бы И я говорю А что Ну как бы Жена цезаря Не подозрение Идите на Масик А потом вы еще Венчались Да Да мы венчались Конечно Потому что Это было наше Такое решение Мы поженились То есть сходили Расписались 7 февраля 2013 года По датам у нас Алексей Николаевич Просто вот Через дорогу Мы жили на Тверской Пошли Там через дорогу Был ЗАГС Расписались Но поскольку Это был февраль Ну не будешь Ты людей собирать В феврале На свадьбу Ну что это вообще Мы решили Что мы сделаем Отдельное венчание В июне 2 июня Этого же года И соберем Своих родственников Друзей ближайших И так далее И как раз В кругу ближайших друзей Оказалось солнце И Роман Третьяков И Кадоний И Кадоний Которому Роман был вообще ведущим Несмотря на все Написанные книжки Яна Яна А хочешь прикол А изначально Должен был вести Нашу свадьбу Андрей Черкасов Мой бывший Да Да Ребята Вот это все Просто Топроснос Но Андрюха Не смог У него было Какое-то Гастроли Что-то Короче Андрюха Ты молодец Ты придумал Грамотно Он не смог Мы позвонили Роме И Роман такой Он такой Слушай Я никогда не думал Что ты мне позвонишь С этим предложением Я говорю Роман А что такое Роман потрясающе Провел нашу свадьбу Он шикарный ведущий У нас было невероятно Весело Очень весело Ой слушайте Роман на самом деле Говорит что В теперешней деятельности Ему очень мешает Его багаж из дома Два Кому не мешает Как только он перестанет Его за собой тащить Он перестанет ему мешать Да Ром Философия такая Да Ром Всего тебе наилучшего желаем Мешай Выкинь нахер Это все Если мешает Не тащи это с собой Просто Вот поэтому друзья Я честно могу сказать Поскольку у меня Не совсем такая Желтая заточка А я про истории Про чувства Про то Как это было на самом деле Относительно того Как это воспринимали зрители И для меня Честно говоря Вся история С Домом 2 Оказалась В какой-то момент Историей любви Создателя проекта И его участницы А ты знаешь Что мы впервые Вот по-честному Ну вообще не то Что по-честному Впервые Вот здесь об этом сказали Для меня это дошло За 4 дня до съемки Говорю всем как есть Когда я все сопоставила Мы никогда этого не рассказывали И это огромное вам Ребят спасибо И опять же Я вот на своем Вот этом вайбе Со словами Я же ведь не про белье Я же ведь про чувства Два дня думала Звонит Леша или нет В понедельник я созрела Я сказала Леша Пожалуйста А спроси у Наташи Можешь тогда прийти к нам И все совпало Это круто Это мне кажется Самая лучшая иллюстрация Вообще Идеи И концепции Да Знаете Леша Это те чувства Которые я ждала Всю жизнь Это то О чем мне всегда говорила Мама И дождалась Да Мама зря не скажет Ведь Вот Пусть никто не думает Что что-то существует Идеальное Идеального нет на свете Но Когда тебе хорошо 24 на 7 Ну просто Даже когда мы Я всегда Наташке говорю Мой лучший друг Мой муж Мы ссоримся Мы ссоримся На 5 минут Я все равно уже понимаю Что это сейчас закончится Через какое-то время Уже думаю Что я потом с этим сделаю Ну как бы К тому что Это ничего не рушит Да То есть Любое какое-то Недопонимание Между людьми Оно существует То есть Если тебе В итоге Там после 10 лет жизни Удалось совпасть Со своей женой Где-то хотя бы Процентов на 50 В отношении Понимания жизни Это уже Большой успех Это просто Вообще ты победил Потому что Никто Об этом не думает Все думают Ну как Ну она же и так думает Как я Не нифига И как бы И все запоминают Все по-разному Потому что Одни и те же события Мужчины и женщины Помнят абсолютно По-разному И по-разному О них рассказывают Иногда удивляешься Нифига себе А я по-другому Про это Я просто к чему Что бывают у нас И сложные периоды В жизни Бывают и какие-то Недопонимания И еще что-то Но я точно знаю Что мы это все проходим Потому что мы знаем Что с этим делать Как это побороть Как это обсудить Как это поговорить Об этом Потому что мы научились Этому в том числе И в Доме-2 Рефлексировать каждый день И это обсуждать И дома мы делаем То же самое Пусть кому-то Это покажется Смешным Или чудным Но это важно Ты должен слышать И слушать И понимать Я все поняла Я просто считаю Реально ровно так же Но видите Какими разными путями Люди приходят К базовым Каким-то вещам В этой жизни И мы Счастливы Конечно Эта история Была снята Для скептиков Дома-2 Для того Чтобы вы понимали Что телевидение Телевидением Все Что вы читаете В прессе Тоже правда А вот она жизнь Скептиков Их все равно Будет всегда больше Чем тех Кто относился К этому Иначе Скептики Тоже нормальные люди Они имеют право Так к этому относиться Мы делаем это В том числе И для того Чтобы люди Через скептическое отношение Понимали из этого Что-то свое Не обязательно То что мы хотим Донести Но если мы даем Какой-то повод К размышлению И наблюдению И раздумыванию Над чем-то Это уже Большая победа А теперь Пятиминутка веселья Всегда Наши А теперь Не наш И не наш Хотя у нас Варвина танцует Лучше всех Наверное присутствует И кстати Варвина пела В группе Истринские ведьмы Сейчас мы вам Покажем кусочек Это выступление Чтобы вы веселились Ну нет Это не нам с тобой Ты не смотри А теперь Отдельная строка Это люди Драйверы Весельчаки Персонажи Ну во-первых А да Стоп Пары Ольга Рапунцель Дмитрий Дмитриенко Антон Гусев Виктория Романец Алексей Самсонов Юрий Щеулина Кто еще Ваши любимые парочки Дома два Накидывайте Ну кроме Михайловских Ну парочки Я не смотрю Есть Христоматийные Как бы Золотые пары Сейчас расскажет Это Май Солнце Это Рома Оля Не Посвежеть прошу Рома Оля Не Любые Любые Вообще Первые Что приходят Свежие Степа Опять же С Бонни Опять же Степа С Сашкой С Харитоновой Вот Виктория Карасева И Рассел Куинзари Куинзари Замечательные Кожиенки Кузин и Маргарита Шикарный парк Габозов С Алианой Вся семья Габозов Габозов с Алианой Христоматийнейшая пара Да Семейство Семейство Конечно Легенды И пожелаем Маэстро Габозову Побыстрее Решить Проблемы С законом Да Выйдьте оттуда Где он сейчас Находится Но я смотрел Какое-то видео С ним Он и там Веселый Он и там Он и там С гитарой Давай выходи Уже Есть еще один герой Который Как-то не достроил На проекте Свою любовь Но тоже Чем всем запомнился Маэстро Должанский Да Коля Коля Самобытный поэт Я так скажу Потому что Действительно Вещи О которых Он Говорил Еще там Десять Сколько Больше уже Мы познакомились В девятом году В десятом Начал у нас выступать Четырнадцать лет назад Тогда еще рэперы Не пели об этом Нет Кто пел Про утренний стояк Никто Только Коля Только Коля И эта сука Правда в жизни Вот сейчас выйдет Пусть и споет Ну Лучше подводки К Должанскому Я боюсь Мне уже Не сделать Дамы и господа Николай Должанский Друзья мои Ну Николай Должанский У нас в качестве героя Который Как мне кажется Просто перезапустил В какой-то момент Интерес К дому Да Никто не спорит Что Николай Принес Привнес с собой Вот эту вот Самобытность Скажем так Городского романса Тире рэпа И И танцев И своеобразного Скажем так Отношения к жизни Своеобразного Вот Поэтому Все Текстом Смотрел на Николая Так или иначе Узнавали Своих каких-то Соседей По подъезду Людей которых они встречали В жизни Потому что Николай был открытый И простой И не скрывал Свои грехи А именно Наслаждался Наслаждался Что может быть Интереснее Как человек Который Наслаждается Грехом Пускай Но кроме того Кроме всего прочего Николай Поэт Как ни крути Он поэт Он сочиняет И Сочиняет хорошо И Такое сочетание Не могло Не понравиться Людям А это тоже Из кастинга Взято Конечно Николай А что же вас Принесло На кастинг Взрослого Серьезного Человека Где эта молодежь Как вам сказать Я был фанатом Дома 2 Я смотрел его С 2004 года До того момента Как сам пришел туда Вот когда я туда пришел Я уже перестал смотреть Дома 2 Уже было неинтересно Смотреть на свою работу То есть Ты там находишься Все знаешь Уже смотреть неинтересно Но буквально Вот до дня Моего захода На поляну Дома 2 Я был фанатом проекта Мне он нравился У меня там были Свои кумиры Например Я Солнце Окей солнце Ну по честному скажи Алена Водонаева Безусловно Ну нет У солнца своеобразная Она такая пацанка Она понимаешь Такой тип женщин Очень многим мужчинам нравится Алена Водонаева Красотка Такая модельные данные Я никогда не думал Что я когда-то подружусь Близко Тесно Со Степаном Валерьевичем Меньшковым А сейчас мы Очень близкие друзья И Как бы Для меня даже удивительно было Я первые дни был на проекте Я там общался С пынзарями С какими-то еще Реально такими Очень уже На тот момент Известными персонажами На всю страну И я так Просто вот как бы Меня немножко Даже Какое-то было такое Знаете Чуть-чуть крыша ехала Что я с этими ребятами И они ко мне уже относятся С уважением Потому что я где-то как-то Себя уже проявил В первые же дни Это было круто А что нужно было сделать Такого Чтобы в первые дни На проекте Застолбить Себя Значит Был план Или это было все спонтанно Нет, все было спонтанно Я пришел на Дом-2 Я зачитал Я пришел на кастинг Дом-2 Там сидели Уважаемые дамы-менеджеры Кастинг-менеджеры Алексей Николаевич Их помнят Это уже взрослые были Женщины Я им начал читать Винты повязали Отобрали ствол Без ствола Как без бабла Ни хрена делать Городки близ Москвы Где шпана и менты Без ствола Как без бабла Ни хрена делать Дознаватель пытает Откуда взялся ствол Ведь не скажешь Что купил на рынке У грузин А гонишь Что подкинули Когда не запер дверь Бегал за водкой До магазина Дознаватель Кто подкинул ствол Короче там 15 лет Зачитал рыбчину Я зачитал рыбчину У кастинг-менеджеров Извините За грубость Не надо извиняться Хавальники отвисли И они мне сказали Ты завтра пойдешь К Александру Владимировичу Расторгуеву К шеф-редактору Он еще не слышал Потому что такой песен Да он еще этого не слышал По образованию литератора Он оценит Литературный критик Я позже узнал Что он литературный критик И специалист по французской литературе Знает французский язык Да и, не спрочем, кандидат наук Институт Горького Закончил литературный Но он бы точно оценил Этот текст Он его реально оценил Потому что на следующий день Я пришел к Александру Владимировичу И зачитал то же самое Александру Владимировичу Более Я думаю, он уже слышал рэп В своей жизни не раз Он более сдержанный был Чем кастинг-менеджеры Но ему тоже это понравилось Он сказал, завтра едешь То есть у тебя девки разорвут Едешь на поляну Едешь на поляну Завтра читаешь там Расскажите, чему вы можете научить На молодежь глупую Может быть, действительно научите нас чему-то Нет, ну а что конкретно интересует Я расскажу откровенно обо всем Жду, чтобы знать, что вам интересно От меня услышать А ну, например, научите меня Хорошо, ладно, давайте Дела коммерческие Вопросы сексуальные Политические Какие еще? Творческие Рэп Шансон Чего вам? Я вам все расскажу про жизнь Про эту А мы с вами продолжаем Общаться с ребятами Идем пить чай Знакомиться Подгибать штаны И в общем, все, что еще У нас могут Еще Мне кажется, Николай Стрункиным Была бы великолепная спара Во-первых, вот эти Иконические движения Вот эта вот рука Она А вот эта? Эта рука называется Танец имени Ольги Эдуардовны Рапунцеля В народе есть Другие названия Есть названия, которые Танец полуампутированной руки Развивающейся на сильном вихре Один мой добрый знакомый Которого многие знают Паша Техник Популярный рэпер Называет этот танец змейки Ему кажется, что это змея Вращается в воздухе, а не рука Николай, а вы другой рукой Так же можете? Не надо Я могу помахать Перед раком То есть это обе руки А еще же синхронно И асинхронно Можно действовать Да, да, да Вряд ли Коля делает это синхронно Вторым сильным номером Это я запомнил Практически в первый же день Во второй это тантрический секс Да, Коль Извините, пожалуйста Но у меня Не, не извините Срочный сеанс Тантрического совокупления С Полиной И женой Я бы не стал мешать Но у меня конкретно С этой точки Ну пусть Коля полежит Тебя не смущает? Если смущает Если смущает Тебя нет Ну это на самом деле Это просто уже все было Нет Это Смотри, это я Стой, я не говорю больше Мне тошно от этого шло Это становится Пойдем 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 Не, бери, бери Пойдем Куда? Бери сусточку Пойдем просто выйдем Нет Туда Куда Пойдем Это легенда Там просто что Это же Тогда уже были мемы Правда же? Были, да Но на самом деле В телевизионной среде Это понятие не было Так широко распространено Вообще не было Его принес Николай Просто реально На самом деле Это так работает Сознание массовое сейчас Мемность Это ключ к популярности И поэтому Разорванный на мемы Должанский Стал просто Из ярчайших звезд Уже десятых получается? Да Десятых, да И он очень дополнил Уже угасавшую На тот момент Звезду Венцеслава Должанского Венцеслава Денгржановского Денгржановского Мы его с Коснодара Венчика Венчика Вот значит Потому что Пришел его альтер-эго Фактически Вот эти драки Были очень смешные Даже Счастливы Посмотреть Сегодня твой день Венцеслав Венцеслава Денгржановского А знаешь почему? Почему? Потому что сегодня 1 апреля Венцеслава Денгржановского будешь проходить, я не верю. Иди на шутку. Шутками, тварь. Ты тварь, помойная. Я тебя ненавижу. Все. Тварь, я тебя не переношу. Как шутить нельзя? Ты тварь. Понимаешь, подстилка. Мое сердце он на Венцеславу. А почему? А мы с ним в одно время были фактически. Из этих соображений? Ну, как бы он такой был. Наш Венчик. Они его все воспитывали. Типа нянчили. Нянчили, да. А Должанский легендарнее? Да, Должанский уже легендарный. Ну, Венцеслав, он, понимаете, он при общении производит впечатление такое. Ну, если не ребенка, то подростка такого, взрослого подростка. Его, понятно, девушкам хочется опекать. Я пришел при всей моей дурости, которую я демонстрировал, не стесняясь, все понимали, что пришел взрослый парень, у которого за плечами МГУ, аспирантура, много лет с та же работой в архиве, архивариусом. То есть, я как-то пришел уже... Все понимали, меня опекать не надо. Я как бы в состоянии... Сам опечь. Сам себя обеспечивать. Лера Мастерко, конечно, твоя была. Ну, это Лера Мастерко у меня вот на руке. До сих пор. До сих пор? Валерия Мастерко. Мастерко Валерия, пылкой страсти, феерия, жгучей крови, артерия, не найти ей критерия. Валерия Мастерко. Войду в нее глубоко, уйду за ней далеко. Волосы, как ветер, взгляд красивый светил. Шикарная девочка, Мастерко Валерочка. Еще тут должен был танец быть. А ты что, хочешь прям спортом заняться? А она оставить. Да? Я хочу его подтянуть. Диета и спорт. Да? Да. И ты готов? Ради женщины-то можно? Ну, я и обещал. Все, что я обещал до сих пор, все. Сколько он должен сделать? Я все делал. Я попрился наголо, пообещал. Делал наколку, пообещал. Ну, это вообще жесть. Ну, это вообще жесть. Вот скажи, а это не настоящая? Абсолютно настоящая. А, ну вот здесь сейчас видно, да, корочка пошла. Так, а все женщины Должанского вытатуированы у него на тени? Нет, мне глупости хватило только на первую татуировку. Остальные, это мое имя, татуировали себе там на разных интимных местах. Кто? Ну, вот как я скажу, кто, если она сейчас замужем, и у нее... Брани Николаевич, извините, как мужчина, не говори. И у нее, она уже там на том месте, уже у нее выросли волосы, поэтому не видно этой татуировки. Коля, гусары молчат. Подождите. Не выходи в подробности. Подождите, а была же эта эпичная история. Фантазер. Ты меня называла... Нет, 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 там же было вот это ток-шоу, с которым я попутала ваши многочисленные спин-оффы, вот эти отсутствие «Дома-2», когда потом приходили участники «Дома-2», и какие-то разборки производились в студии, и это все вела Орлова. Да, да, да. И у нее был какой-то еще соведущий. Ну, там и Орлова вела, и Черкасов вела. Да, 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 они как-то там менялись. И все у Хабардина это вела. Они там по очереди это шоу вели. Это была абсолютно, к сожалению, мертворожденная история, потому что вот нашим новым партнерам казалось, что вот шоу, вот ток-шоу, это вот то, чего нам как раз не хватает. Солярис-то ты имеешь? Да, да, да. И они просто решили добить. Я говорю, ребят, как бы есть формат, как бы, ну, нахрен, нет, ты не понимаешь, как бы, вот, за ток-шоу будущее. А, ну, ок. Ну, понимаешь, ну, как бы, ну, давайте, давайте сделаем. Ну, мертвая история. Ну, я запомнила просто, как Должанскому там втащили, и нос ему в кровь разбили. И я, конечно же, как и вся страна, сочувствовала Николаеву. Дим, мы не закончились. Дим, что с... Дим. Что происходит? Дим. Ребят. Нос разбили. Коль, присядь, пожалуйста. Согласитесь, что в этом конкурсе не было абсолютно ничего обильного. Мы не говорили про любовь. Мы сказали, найдите бывшего. А в итоге Дима набросился на Николая. Коль, ты жив вообще? Типа того. Давайте мы просто отпустим Колю и молодых людей. Ребят, спасибо большое. Мы продолжим с залом разговаривать. Спасибо. А как Николай спал в гробу? Николая носили в гробу. Выносили в гробу вперед ногами. Не могу. Аня, посмотри, какой он. Ксения Кимоновна Бородина кричала, куда вы его несете вперед ногами? Хотя бы головой вперед несите. Ей было жутко смотреть от меня в гробу вперед ногами, как покойника уносят. Искренне, я просто помню, это искренний крик Бородиной. Ну, хотя бы не вперед ногами его несите. Ну, вот смотрите, вот Николаю, ведь зритель это все прощал, принимал это как должное, радовался этому, мемил и так далее. Почему? Потому что Николай образованный человек. Он не просто так откуда-то взялся. У него есть образование, у него есть работа. Он в архиве многое подчерпнул о жизни. И если он это делает, значит, это делает он сознанием дела. Не всем такие вещи прощают, а Николая прощает. Нет, но там есть, конечно, голоса в комментариях, которые говорили, что должанский абьюзер. Такое тоже было. Стреляйте. Портрет личности в мире такие вещи. Вот я с этим не соглашусь. Юзали, в основном, девушки меня юзали. То есть, за мой счет, ну, давайте честно скажу, за мой счет, сколько девушек, пришедших на Дом-2, удержались на проекте за счет того, что были со мной взяты. Бедняя Коля. Примерно понимаешь, что имеют в виду те люди, о которых сказала Яна, что поскольку ты человек грешный, этот грех как созависимость переходил на... Твоих... Партнеров. Партнеров, да. И они как бы вот внутри него себя чувствовали некомфортно. Это не абьюз. Ты никогда не бил никого, никогда никого, так сказать, не унижал, был и ругался там, да, всякое. Но вел себя в принципе как бы нормально. То есть, ты точно не такой ни обидчик, ни абьюзер. Чего нас не связывает, что я с тобой никогда не буду? Фу, мразь противная. Все. Ай, сука, не трогай меня ругами! Сука, тварь старая! Не смей прикасаться, тварь! Ну то, что вот как бы ты в каких-то моментах там позволял себе, там скажем так, алкогольные свои вот эти все дела... А, ну, проект ступить нельзя было? Конечно. Нельзя, но можно. Знаешь, сколько способов знают участники телепорта Думысков? Я готова записывать. У меня такие способы от фабрикантов есть. Давайте я вам фабричные расскажу. Давай, давай. А вы мне дома... А я расскажу первый раз, когда в нашей жизни появился, наверное, спустя полгода. Так, значит, фабричный способ. Давайте. На отчетном концерте, когда, типа, все выезжают в Останкино, и приходят люди со стороны, в периметр-то никого не пускают, как раз можно подменить бутылочку с кококолом, бутылочку с кококолом, бутылочку с кококолом. То же самое. Было? То же самое. У вас тоже было. Было, конечно. Один-один. Еще. По дороге на съемку заправки BP были нашим все. Едешь по Новой Риге, там в одну сторону, в сторону города заправка BP и в обратную сторону. И ты уже как бы заправленный приезжаешь. А это было время, когда на заправках алкоголь продавался. Да, конечно. Это после вас его тоже. А тогда он продавался. Это все, знаешь, это были какие-то вот эти банки с чем-то каким-то дешманом. Баночки, черный русский какой-нибудь там. И все уже приезжали туда просто как могли. Как будто бы как слоны, знаешь, которые не пили долго. Так так и было. Ну, как бы ехали админы с ними. Ну, а что они сделают? Администратор один, а их там 10 человек. Админы все были молодые парни. Да, и все понимали прекрасно. Мне кажется, не все понимали, они не могли реально сконтролировать. И не могли. Конечно. И не хотели. Я помню наш самый-самый первый выезд. Помнишь, Леш, клуб, по-моему, «Апельсин» назывался? Что-то какое-то первое мероприятие. Мы только записали песни. Только записали «Пятнадцать клёвых». Да. Там у меня еще пару песен было. И от нас был номер. То есть там вот камеди выступали. Еще кто-то. Для рекламодателей, значит. У нас первый вообще выезд. У нас еще концертов не было. Еще гастролей не было. Олимпийского не было. Нас вывозят. Нас, наверное, человек семь. Это те, кто поет песню «Пятнадцать клёвых людей». Нас вывезли. И было два администратора. А потом мы впервые выступили. То есть мы полгода никуда не выходили. У нас не было алкоголя. У нас не было возможности там что-то купить, соприкоснуться вообще с миром. И тут мы заканчиваем выступать. А мы говорим, мы голодные. А там фуршет. И говорят, ну идите, поешьте. Мы выходим, а там не только поешьте, но и попейте. Естественно, семь человек, два администратора. Он двоих вылавливает, в гримерку заводит. Сидите здесь. Мы такие. Ну вдвоем сидим такие. То есть они там сейчас пьют. А мы здесь сидим. Пошли, пошли. Просто нас не успевали вот так вот заводить. Это был круговорот людей в природе. Мы уже были с Маем. Я помню, мы такие к бару подходим. Это какой-то 28-й уже подход был. Мы такие, а можно прям бутылку вина? Они говорят, ну в целом, сочувственно так. Они уже поняли, что у нас там, что вот такие вот гладицы. Они такие. Ну хорошо. А можете ее не открывать? Нет, не открывать не можем. Открыли. И у нас, короче, открытая бутылка вина. Что делать? Хорошо, что у моей были широкие штаны. Это было вот так вот. И нас собрали. У нас тогда был звездовоз. Вот я не знаю, в чем возили фабрикантов. Нас возили. В звездовозе у нас тоже такое было. В звездовозе. А у нас была элитная скотовозка. Ну маленькая. Нет, не маршрутка, а первый автобусик такой. ПАЗ или как у нас? ПАЗик такой, с одной дверью открывающейся. И вот нас пытаются туда запихать. Тот, который в первом выпуске подъезжает. А, да. Тот самый, да. Господи, какая эпичная тачка. Мы его называли звездовоз. И мы, значит, в этот звездовоз, кто куда чего смог, и все. И потом где-то что-то обнаружили, где-то оставили, где-то мы смогли пронести. По-моему, мы перелили. Первый раз еще в пакет из-под сока как раз какой-то алкоголь перелили. Все, короче. И шкалов. Закопали под домом. И в шкафах пили. Да, а потом все-таки Алексей Николаевич как-то обнаружил этот момент, что... Господи, еще их постим, чтобы они не бухали. После лобного места. Помните этот момент? Лобное место. Значит, сняли, отсняли лобное место. И тут просто... Мы первый раз очень сильно испугались. Потому что выходят наши всякие администраторы и встают за лобным местом вот так вот, вот так вот, вот как охранники такие. Вот так вот, ну, несколько человек. Нужно было произвести эффект психологический. Такие, что сейчас будет? И просто потом... То есть, все. Мы в оцеплении. В оцеплении. Нет. В оцеплении. В оцеплении, да. Я не знаю, кто пронес вчера алкоголь. Это вчера или сегодня был. Он так кричал первый раз. А такого никогда не было. То есть, всегда, наоборот, душевный человек. А тут просто с таким... И мы такие все... И тут он такой, все, быстро несите на лобное место. И там кто чем мог, кто принес. Они все принесли. И братья Каримовы вносят баночку от энергетика. Потому что они не знали, алкоголь это или нет. И на всякий случай сдали все. Какие молодцы. Но Николай говорит, что дальше было проще. После солнца стало все намного проще. Особенно, когда помимо поляны появились городские квартиры, где можно было ходить за продуктами и покупать в принципе... Халява, халява. Все, что хочешь проносить. Проносить можно было. И, кроме того, вот уже не было такой боязни руководства, как во времена солнца. Ну, просто поменялось... Не, не в этом дело. Поменяли отношения, тоже выросли вместе с ними. Мы решили так. Они взрослые люди, взрослые люди. Как бы если им хочется, ну пусть пьют. В конце концов, это уже их тогда зона. На ответственности, как они себя будут вести. А мы будем это фиксировать. Ну, пожалуйста, это жизнь. Купили, пейте, держите себя в руках. Ну, естественно, есть какие-то там ограничения. Но в городе можно было это делать. Ну, и как, Коль? Коль с душой подходите к организации процесса. Делались, на мой взгляд, интереснейшие эфиры. Коль с душой подходят. Кома, больше здрасте. Давай. Заняйте народу. Заняйте народу. Просто да, на них танцуй. Не меня. На них. Иди отсюда. Иди отсюда. Да иди отсюда, а Что вообще что-то попутал, а Поговорить можно Пшел вон, нашел Маринская прощелыга Вышел вон ты, прощелыга Я тебе сейчас пятачину дам Вот такие твои телодвижения Вот такие телодвижения Пшел вон То есть можно прям признать, что был Некий, так сказать, подогрев Ну он не сильно мощный Это все-таки все равно Это лично Я просто хочу отдельно подчеркнуть Следующее, что специально Никто не уговаривал никого пить Но это правда Это не нужно делать, конечно Но если человек хочет, если он понимает Что для него как бы Это раскрывает его чакры Ребят, ну вообще, честно Это такая история Палочка о двух концах Коль, я правильно понимаю Об этом тоже говорилось Что потом пришлось бороться С зависимостью с этой И всячески ее побеждать Как вам сказать Зависимость этой серьезной Не было никогда Мне диагноз не ставили Никогда и в жизни Я То, что я пью пиво Ну я пью пиво Кто его не пьет Самогонку я сроду не пил Абсент я сроду не пил Крепкие напитки Я в принципе всегда избегал А то пиво, ну или вино легкое Оно, конечно, оно помогало делать эфиры Делать эфиры, оно помогало То есть это все ради эфиров? Это все ради эфиров Ради процесса А вы не впорте, что я карьерист вообще-то Телевизионный карьерист Я согласен А теперь фабрика звезд Голосуем Вот мы с Наташей не согласны Что этот подход рабочий А я думаю А я всегда согласен С товарищем генеральным продюссором Оттарьериста Ух ты, конечно Было целое другое реалити-шоу Основанное исключительно На дозвольности алкоголя В кадре в целом На соседнем канале Какое? Каникулы в Мексике В смысле? Ой, это подкол в сторону каникул в Мексике Это же тоже эпичная тема А еще Вот мне интересно Вы знаете, что я когда с дома ушла Меня на каникулы в Мексике Вот в этот первый сезон звали А ты молодец, что не пошла Потому что уже не могла Боже, мы Должанские на каникулы в Мексике Это было бы легендарно Они просто видели острова, наверное Остальное бы ничего не досталось И им хотелось такого же эпического Островов тогда еще, по-моему, не было Вот, я хотела спросить Леша, у нас в идее было Островов после того, как Мексика появилась Нет Я помню момент И вообще, чьи это была идея? Нет, смотрите Это была точная Смотрите, идея такая обсуждалась Еще до появления каникул в Мексике Но была отринута как очень дорогая И те места, которые нам предлагались А предлагали Соединенные Штаты Были, ну сколько там разницы с Лос-Анджелесом 11 часов, да? И это просто не складывалось Потому что это невозможно соединить Две разные, так сказать, два разных континента Совпало только тогда, когда Сейшелы Да, Сейшелы, потому что один часовой пояс Но это 14-й год А каникул в Мексике раньше А каникул в Мексике раньше Обсуждалась площадка Она, может быть, не называлась тогда Остров Она обсуждалась как площадка какая-то Где-то еще созданная Там, где люди будут жить отдельно в другой стране И обсуждали Лос-Анджелес Лос-Анджелес, да я тоже помню Я должна эту историю рассказать Я помню, я была на Кипре Леша позвонил мне поздравить с днем рождения И говорит Ну, и мы что-то с тобой там заговорили А я уже какое-то время не на проекте И Алексей говорит Короче, будут острова когда-нибудь у нас Ну, не когда-нибудь, а условно завтра уже А потом, говорят, Байконур Ну, да Я такая, ну, конечно, здорово И потом я вижу по телевизору Пересидевать летал Да, я увидела по телевизору, что появились острова И я такая, о-о-о Следующий остановку Байконур На фирм вызов был раньше А мы искали эти острова И я в том числе Мы знаете, сколько там облазили своими ножками Значит, вот это вот Ольга Рапунцель-Должанская Вернитесь в семью, это мы поняли Не сложилось Не сложилось Ну, и ладно А вообще потом-то сложилось Потому что все переживают Должанский, наконец, построил свою любовь-то или нет? Сегодня она не досидела Просто уехала Екатерина Валерьевна Богданова Моя гражданская супруга Я ее видел, да Которая была на Доме-2 некоторое время Участвовала в богине шоппинга И в шоу-конфетка на ТНТ Она много снимается Она начинающая певица, артистка Звезда к звезде, так сказать Да, бабло к баблу, да Как говорится Семейную копилочку Правильно, правильно Все в семью Все в семью Мы все знаем легендарный трек Колянов Рэп Это золотая классика Но поскольку в этом году Это же юбилейный год 20-летие телепроекта Мы надеемся, что маэстро Припас для нас рестайл На тему 20-летия Дома-2 Рестайл на тему 20-летия Так давно я не был на Доме-2 И не смотрел Может, я зачитаю что-то из классики Или так Сейчас припомню слова Ходит по жизни рэпер Колян Бывает часто парень пьян Но у него один из ян Он сменил много полян Но он крутой чувак И совсем не мудак А такой, знаете, деловой Пацанчик Не болванчик Но окаянчик Ну вот это я сейчас сочинил Просто здесь за этим столом Друзья, что так тихо Это фристайл от маэстро В конце концов Ну и, конечно, мы не ставим В этом разговоре точку Потому что проект идет до сих пор И останавливается По здоровью всем, кто его делает Там много осталось наших друзей Вот И еще раз повторюсь Поскольку он до сих пор идет И его до сих пор смотрят Значит, он нужен Значит, он успешен Как ни крути И здесь Мы сейчас, конечно же, что? Все вместе скажем Что и говорим уже 20 лет Командой И мы Счастливы! А еще эпическая точка Вот это вот Ой, можно мастер-класс Пожалуйста, Коль Потому что я не знаю Как правильно прыгать Как правильно прыгать А мы будем потихоньку Разбирать студию Ну что? Друзья, если кто так Делается легко Просто растягиваете руки широко И прыгаете на одной ноге И что, и все? Да? Ну, это вот А можно еще при этом рукой махать Да, рукой махать обязательно Ну, если уж вам Вы помянули тантрический секс Это совсем легко делать А, сейчас покажут нам? Ложишься на пол И изображаешь Что? Фантазию на тему нижнего брейка Так Уберите стук Уберите людей Уберите Капунцель! Ольга Эдуардовна Товарищ Критаревская Ну, типа этого Шок конца Стоп, стоп И так всегда Легенда Легенда Спасибо 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 Это было Эпично Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Спасибо